Привет, ребята! Я недавно сделала заказ на iHerb. Когда-то я делала заказ на iHerb, это было где-то лет пять назад. Я заказывала несколько шампуней, какой-то кокосовое масло. Сейчас я смотрю блогеров, читаю эти отзывы, читаю об этих продуктах, которые продаются на iHerb. Мне просто хочется купить все. Я выделила целый вечер на изучение разных продуктов, которые продаются. Здесь я буду вам показывать только витамины и продукты питания. Косметику я не заказывала. Так что давайте приступим. Первое, из-за чего я решила сделать заказ, это мне очень хотелось выпить витамин D. Первое, из-за чего я решила сделать свой заказ, это витамин D. У меня в последнее время очень-очень низкий иммунитет. Одна моя подруга мне рассказала, что именно витамин D отвечает за наш иммунитет. Я об этом никогда не слышала, но витамин D это тот витамин, который мы получаем органическим путем за счет того, что солнце попадает в нашу кожу, ультрафиолетовые лучи. Солнца нету и я просто болею уже на протяжении трех недель, наверное. У меня то температура, то насморк. И я почитала отзывы. Это витамины, которые можно безрецептурно принимать. Это те витамины, которые растворяются в воде. Здесь абсолютно минимальная дневная доза и, в принципе, я считаю, что можно такие витамины принимать именно в профилактических целях. Так что да, я сейчас принимаю эти витамины. Я не могу сказать, что прям вау, я почувствовала какой-то прилив жизненной энергии и так далее. Но, наверное, за счет всех продуктов, которые я сейчас принимаю, которые я вам сейчас буду показывать, я действительно почувствовала какую-то энергию и, что ли, настроение даже стало лучше. Из витаминов я больше ничего не принимаю, но я принимаю еще очень крутую штуку. Это спирулина. Если вы не знали, что такое спирулина, это водоросль. Она выращивается в специальных водоемах, специальных очищенных водоемах, за которыми следят люди, чтобы туда не попадали никакие вредные вещества. Это такой суперфуд. Суперфуды – это просто сейчас такой мейнстрим в здоровом питании, продукты, в которых очень повышено количество полезных элементов. Например, 1 чайная ложка спирулина заменяет 3 огромных пучка кинзы. Я сейчас делаю себе постоянно смузи и добавляю туда 1 чайную ложку. Я пью смузи, вот эти зеленые, где-то через день. Я добавляю банан для того, чтобы был такой сладковатый, приятный вкус. Обязательно какие-то яблоки, какую-то зелень. Пускай это будет шпинат, рукола, кинза, укроп, петрушка. Неважно, все, что у вас есть. Добавляйте всю зелень в эти смузи. Также я добавляю немного сверху семян чия. Это тоже, кстати, такой суперфуд очень полезный. Чия придает смузи такую очень приятную текстуру. И самое главное, что он содержит... Эти семена содержат очень много кальция. Это очень хороший антиоксидант. И также они, кстати, помогают для тех, кто занимается снижением веса, кто худеет. Вообще, вот эти вот смузи из спирулины, они настолько зеленые, они настолько сочные, что даже, мне кажется, от одного вида, когда я их пью, мне кажется, что я просто пью здоровье. Также я себе заказала вот такую асайи-пудру. Это сушеные ягоды асайи в огромной такой банке. Выглядят они вот таким вот образом. Это такой тертый, перетертый порошочек. Единственный минус этого продукта – это его запах. Он очень специфически напоминает что-то такое немножечко старенькое, пересохшее. Но когда я почитала именно об этом продукте, насколько он полезный. Это тоже, кстати, суперфуд. Я готовлю с утра себе, когда овсянку, я обязательно добавляю себе вот здесь такая мерная ложечка. Я добавляю одну мерную ложечку на свою кашу, добавляю какой-то либо мед, либо сироп агавы, возможно, немного каких-то фруктов себе для вкуса. Помимо антиоксидантов, асайи богаты очень клетчаткой, витаминами А, В, С, Е, К и микроэлементами, такие как кальций, калий, медь, цинк и железо. Очень часто смотрю разных зарубежных блогеров, и все принимают вот эти полезные продукты. У нас это еще не настолько развито. Вы знаете, я настолько доверяю сайту iHerb, что здесь куча сертификатов качества, куча сертификатов органики. Я все больше и больше исключаю вредные продукты из своего рациона, стараюсь кушать как можно больше зеленых овощей, фруктов, зелени, которые именно ощелощают организм, которые помогают бороться с всеразличными болячками. Потому что мне кажется, что нужно, знаете, понемножку отходить от приема вот этих вот таблеток, именно химических, которые у нас продаются в аптеке, просто заниматься своим здоровьем, заниматься спортом, правильным питанием, и тогда будет и настроение хорошее. Вот я даже по себе вижу, я не ем сладкого в последнее время, ну там каких-то таких конфет, тортов, и у меня действительно хорошее настроение. Когда я ем сладкое, у меня там, да, у меня вкусно, все хорошо, но где-то через полдня у меня все, уже поникшее настроение, я себя чувствую не очень хорошо. Говоря о сладком, я решила заказать себе на iHerb разные такие какие-то вкусные штучки, подсластители, ну не то чтобы заменители с сахарой конфет, а что-то, чтобы я получала это удовольствие от приема пищи, да, такого типа сладкого. Но это было не так вредно. Я заказала вот себе такие панкейки, они безглютеновые, они содержат в себе железо, кальций, витамин В, который очень полезен для наших волос, для ногтей, для кожи. Это все-таки такое, знаете, баловство вкусное. Эти блинчики получились очень воздушные, они получились очень вкусные. Они действительно отличаются от тех блинов, которые, например, если бы я приготовила на обычной муке. Здесь просто такой белый порошочек, он очень ароматный, он очень вкусно пахнет. И я думаю, что если у вас есть дети, или если вы просто сластенок, то я очень советую вам заказать такие блинчики на пробу. Это, конечно, не тот продукт, который нужно кушать прям каждый день, но иногда себя побаловать такой вкусняшкой можно. И также эти блины обычно поливают сиропом агавы. У этого сиропа низкий гликемический уровень, но он аж на 25% слаще сахара. То есть это отличная штука для тех, у кого повышен сахар, например, добавлять себе куда-то его в чай, если вы любите сладкий чай, или куда-то на блинчики, или в кашу я себе периодически добавляю вместо меда. Он очень вкусный, с этими блинами просто кусочек масла маленький, сливочного, и очень-очень вкусно. Да, так что мне безумно понравилась эта штука. Я, кстати, на все продукты, которые я вам сегодня показываю, рассказываю, я оставлю внизу ссылки. Можете зайти посмотреть на цены, посчитать, сколько это все стоит. Мне, кстати, пришла доставка аж за 6 дней. Я заказывала самую дешевую доставку. У меня здесь весь мой заказ, это чуть-чуть меньше 5 килограмм. Обошлась она мне в 200 гривен. Но я хочу вам сказать, что если бы я это покупала все в Украине, я бы намного больше потратила денег. Идем дальше. Я, как всегда, Сахерба себе заказала вот такую арахисовую пасту от бренда 50. Я, кстати, прочитала на их упаковке, что 50, потому что 50% от продаж этой пасты они тратят на изучение болезни диабета. Это такая паста из арахиса, внутри с маленькими кусочками арахиса. Для меня это что-то, типа, как конфета. То есть я прихожу, беру себе большую столовую ложку и, не знаю, там смотрю фильмы, понемножку его кушаю. Или делаю себе какие-то очень вкусные тосты. Намазываю на хлеб или на рисовые чипсы. Сверху немножечко добавляю соли. Очень вкусно эту арахисовую пасту подсолить немного, добавить сверху банана. И это просто райский такой десерт. Тоже здесь низкий гликемический уровень, и он подходит для тех, кто на диете. А вообще, арахис – это бобы, которые содержат в себе также много витамина В, которые отвечают за наши волосы, чтобы они были длинные, блестящие, чтобы они хорошо росли, за качество нашей кожи, за ногти. Да. И, кстати, за наш нервный баланс. Я заказала себе Hemp Oil. Это масло конопли. Это очень крутой источник минеральных веществ и витаминов. А, В1, В2, В3, В6, С, Д, Е. Разные антиоксиданты, протеины, каротин, фосфолипиды. Мне очень нравится это масло, потому что оно такое темное, зеленое, имеет очень ярко выраженный вкус, который мне подходит. Я не люблю вот эти, знаете, рафинированные масла, нейтральные. На этом масле нельзя жарить, потому что оно будет очень сильно окисляться. Это масло Cold Pressed. И оно содержит очень много омеги-3. Это очень полезный витамин для ваших суставов, для вообще вашего, можно так сказать, каркаса вашего тела. Я больше всего люблю его добавлять в свой самый любимый салат с киноа. Самое главное это киноа. Я нарезаю разные овощи, которые у меня есть. Это помидоры, огурцы, добавляю какую-то зелень, листья салата, шпината. Очень люблю добавлять салаты. Посыпаю немножко черным кунжутом. Иногда добавляю кусочек феты или какого-то сыра. И просто поливаю этим маслицем. И, боже, как это вкусно! Еще один продукт, который я добавляю в еду, это соль. Соль это вообще такой очень спорный продукт, потому что многие говорят, что соль задерживает жидкость в нашем организме. Из-за нее мы отекаем, что из-за соли мы полнеем. Но на самом деле, принимая хорошую, качественную соль, у меня здесь соль от бренда All Natural. Это Pink Gimalayan Soul Mill. Розовая гималайская соль. Очень важно принимать соль, но важно знать меру. Дневная норма соли это 6 грамм. Не забывайте, что также соль содержится в некоторых продуктах, которые мы принимаем. И соль важна тем, что она именно задерживает в нашем организме воду. Но это нам нужно для того, чтобы не было обезвоживания организма. Это очень важно, поэтому соль нужно добавлять в свою еду. С солью не нужно жарить, варить. Соль нужно добавлять уже в готовое блюдо, посыпать немного. Мне очень нравится вкус этой соли. Понимаете, как она высыпается из этой мельницы, получаются разные такие кусочки. Иногда, когда оно попадает какой-то крупный в салате, то это очень круто. Я всегда тоже посыпаю свои салаты, немного добавляю туда соли. Из сладостей я заказала себе вот такие вот пакетики. Здесь у меня бананы и кокосовая стружка. Я заказала это в целях того, чтобы вкусно перекусывать, чтобы носить с собой маленькие пакетики. И когда я чувствую, что все, я голодная, чтобы не забегать и не съедать какой-то кусок мяса жареного или, не дай бог, там, Макдональдс или еще куда-то какую-то пиццу вредную кушать. Я часто ношу с собой такой пакетик с орешками, с какими-то сухофруктами. Или, например, когда я сажусь смотреть фильм, я готовлю себе такую тарелочку, насыпаю туда свои любимые орехи кешью сырые, миндаль, вот такие вот бананы. Бананы, кстати, содержат немного тростникового сахара. Здесь такая нормальная норма, которую можно даже, мне кажется, диабетикам кушать. И вот эта кокосовая стружка, это безумно вкусно, это очень полезно. Стружка кокосовая по своему вкусу напоминает орехи. Она не похожа на ту кокосовую стружку химическую, которая у нас продается в магазине, которая с огромным количеством ароматизаторов. Это именно такой органик-продукт. Так что да, это моя такая полезная привычка иметь дома вот такую тарелочку с разными вкусняшками, орешками, кокосом. Очень, кстати, я люблю также финики. Финики это вообще отличные просто конфеты. Они ничем не отличаются от конфет. Они очень сладкие, особенно вот эти вот финики, которые, знаете, шоколадные такие. Кстати, чем красивее финик, когда он, знаете, такой блестящий, тем, на самом деле, где-то я читала, что он менее полезный. А чем некрасивее, когда он такой, знаете, пожмаканный, сухой такой, тогда это говорит о том, что он действительно не поддавался никакой там химической обработке, высыхал естественным путем и его ни в чем не вымачивали. И последние продукты, которые я хочу вам показать, это для моей мамы. Я ей заказываю уже не первый раз. Это коллаген в порошке и гиалуроновая кислота в гранулах. Первый раз, когда я заказала моей маме, она пропила где-то неделю, я заметила, что с ее кожей просто происходят какие-то чудеса. Моей маме сейчас 46 лет и она уже лет два цвета курит, если не больше на самом деле. И как вы знаете, что у всех курильщиков, особенно тех, кто долго курит, цвет кожи становится такой тусклый, она какая-то становится более серая. Особенно вот в области рта, да, носогубные складки. Эта зона очень сухая, высушиваются губы. В общем, выглядит это все не очень красиво. И когда моя мама первый раз пропила курс, первый раз мы ей заказывали просто коллаген, она напила его с водой, с лимоном, то есть с витамином С его нужно пить. А второй раз я уже прочитала, и она пропивала с гиалуроновой кислотой. И вот когда она пропивала именно вместе два этих продукта, кожа была, такое впечатление, что она себе сделала эту биоревит... 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 Такое впечатление, что она сделала биоревитализацию. 35+, 40+, коллаген он важен не только для того, чтобы просто быть красивой, это очень важно для вашего здоровья, для обмена веществ, для ваших костей, для ваших суставов, для того, чтобы вы просто хорошо себя чувствовали. Прям от чистого сердца советую заказать именно вот этот вот коллаген, он не самый дорогой на сайте iHerb, его вот видите, он даже у них номер один, его чаще всего покупают. И гиалуроновая кислота, здесь 50 капель, Now Foods, это такая просто супер популярный бренд на iHerb, у которого очень хорошие оценки. Так что да, это очень полезная штука. Я советую всем заказать, кто, наверное, 35+. Я даже думала для себя заказать, но думаю, наверное, на моем лице еще будет не так сильно заметен результат. И последнее, что я вам покажу, также это я заказала для своей мамы, это железо. Это уже такой, знаете, препарат, который все-таки лучше по назначению доктора или по зданию анализов. Железо отвечает за гемоглобин в крови. Для тех, у кого очень обильные месячные девочки, это просто номер один продукт. Для тех, кто чувствует себя очень уставшей, сходите, сдайте анализ крови на гемоглобин. Если чувствуете какую-то усталость, если чувствуете головокружение, обычно за это отвечает гемоглобин. И самый лучший способ это железо пропить. Я, кстати, все продукты старалась заказывать не самые дорогие, потому что там на iHerb есть тоже такие заоблачные цены, но витамины, вот именно вот эти вот, да, там вот это железо, или там витамины Салгар, или Now Foods, у нас продаются просто по бешеным ценам. Вот это вот железо стоит у нас около 400 гривен, а на iHerb я его купила за 90 с чем-то гривен. То есть наценка просто сумасшедшая. Я думаю, что в России точно такая же ситуация. Я надеюсь это видео, точнее я уверена, что это видео пришлось для вас полезным, вы нашли какие-то интересные продукты себе. Я сейчас в поиске разных интересных продуктов с iHerb. Посоветуйте мне в комментариях, что вы заказываете для себя, для своей семьи полезного. Если вы никогда не заказывали с iHerb, то я вам очень советую. Я также оставлю ссылку внизу с кодом на скидку 10%, если вы впервые будете делать заказ. Заказы делаются очень легко, оплачиваются любой просто банковской картой. Это видео не спонсировано, я все продукты покупала за свой счет. Я вас целую, обнимаю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода